В марте на нашей территории стартовал месячник по безопасности дорожного движения. В его рамках сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую операцию «Внимание! Каникулы». Она проходила с 21 марта по 2 апреля на территории городов Фокина и Большой Камень. Подробности у Анжелы Кабенко в следующем сюжете программы. Во время каникул работа госавтоинспекции была направлена на проведение профилактических и разъяснительных бесед среди пешеходов и водителей. Кроме этого, инспекторы ДПС усилили контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения, особенно в зонах пешеходных переходов. Строго пресекалась перевозка детей в автомобилях без автокресел и пристегнутых ремней безопасности. За время проведения операции «Внимание! Каникулы» инспекторы ДПС составили 19 протоколов на водителей, нарушивших правила перевозки детей в салонах автомобилей. Цель такой операции, говорят сотрудники госавтоинспекции, прежде всего профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Перед весенними каникулами сотрудники госавтоинспекции посетили все общеобразовательные учреждения, где провели инструктажи по правилам дорожного движения с детьми, по правилам поведения себя на улице и дороге, так как большую часть времени наши дети на каникулах проводят на улице. Каникулы закончились, дети пошли в школу. Профилактическая операция «Внимание! Каникулы» также закончилась, однако месячник по безопасности дорожного движения продолжается. В его рамках с 9 апреля на территории городского округа стартует ставший уже традиционным конкурс детских рисунков. На тему безопасности дорожного движения мы рисуем улицу. Данный конкурс проводится у нас ежегодно на протяжении уже многих лет. Он зарекомендовал себя с положительной стороны, так как это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Дети с удовольствием участвуют в данных конкурсах, потому что это развивает и творческое мышление, и художественные навыки дети выражают. Ну и также рисуют непосредственно проблемы на территории нашего города, потому что содержание всех рисунков, оно всегда глубокое и не повторяется каждый раз, поэтому очень трудно выбрать всегда победителей. Данный конкурс проводится среди школьников с целью привить детям сознательность дисциплины и безопасного поведения на дорогах, а также с целью прочно закрепить у учащихся знания правил дорожного движения. Конкурс продлится с 9 по 30 апреля, и все желающие смогут принять в нем участие. В начале мая будут подведены его итоги. Всех победителей данного конкурса наградят 11 мая. Именно в этот день пройдет еще один ежегодный конкурс – конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо».